Друзья, решил записать небольшой аудиоподкаст, небольшой записать. Ну, в общем, это будет и как пилотный выпуск. Я давно хотел уже начать писать подкасты. Так, соответственно, и отвечу на вопрос уже голосом. Только что в клубе задали вопрос, обсуждение скорее у нас такое было. Являются ли холодной конечности психосоматикой и с чем это вообще связано? Давайте я вам еще голосом отвечу, заодно и проверим, как у меня подкасты работают. Ну, представьте себе такую картину. Мышь сидит, соответственно, в норке. И вот она, значит, видит, в конце комнаты лежит кусочек сыра. Со стола упал кусок сыра. Она решает за ним побежать. Вот она, соответственно, через кухню, через эту всю комнату бежит, хватает кусок сыра и понимает, что совсем рядом с ней сидит кошка. И кошка видит эту мышь. И, соответственно, уже готовится к броску. Что в этот момент происходит в теле мыши. Мышь, само собой, этим не руководит. Этим руководит ее тело, ее психика. В этот момент сердце начинает качать интенсивно кровь для того, чтобы в жизненно важные органы довести или добавить, ну, как это сказать-то, не добавить, а доставить, да? Доставить, соответственно, кислород. Легкие начинают усиленно тоже работать над тем, чтобы этот кислород самый получить. И также еще происходит специальная биологическая программа в теле мыши. Отток крови от конечностей. Для чего это делается? Если вдруг кошка догонит, ну, это эволюционно заложено, да, если кошка вдруг догонит мышь, и условно ее откусит ей лапу, или там как бы нанесет какую-то серьезную травму, чтобы тело мыши продолжало функционировать, мышка осталась живой, соответственно, не было критичной потери крови, организм срабатывает именно таким образом, чтобы ограничить количество крови в конечности, да? Ну, плюс это еще и снижает чувствительность лап, если это вдруг в природе где-то происходит, соответственно, чтобы не было лишнего, лишних болевых, соответственно, симптомов и так далее, да? Ну, то есть, понятно. То есть, снижение чувствительности, ну, и, соответственно, в случае все-таки нападения, в случае попадения в зубы хищника, мышь осталась, скажем так, живой, если она вдруг вырвется. И вот она, значит, убегает. Получается так, что кошка ее не догнала, мышь убежала, и получается, что мышь про кошку забывает. И тело, соответственно, адаптируется опять под окружающую среду. Вот, сердце опять работает в стандартном режиме, легкие перестают накачивать кислородом организм, и циркуляция кровообращения в теле мыши восстанавливается. У человека приблизительно происходит, может быть, все и то же самое, но дело в том, что мы от своей кошки условной, да, ну, или от тигра, или еще как-то от какой-то, значит, опасности, мы убегаем на протяжении долгого времени. Некоторые всю жизнь убегают. А процессы, которые в теле были запущены во время стресса, они остаются прежними. То есть, тело продолжает не пускать достаточное количество крови в конечности. Они, само собой, холодные. И очень часто такое бывает, что на консультациях, когда мы разбираемся с какими-то конфликтами, то есть, мы разрешаем тот или иной конфликт, мне человек говорит, что у меня жар потел, я чувствую, что у меня как-то сейчас тепло стало, у меня вдруг руки там вспотели, у меня там ноги согрелись. Что это происходит? Это уходит зажим. Уходит тот самый зажим, то есть, та самая ментальная кошка, которая гналась за вами, она пропадает. Ну и, соответственно, восстанавливается кровообращение. Такая история. Давайте посмотрим, что у нас получилось с аудиоподкастом. Напоминаю, это пилотный выпуск. Если мне понравится, я такие штуки буду записывать и дальше. Вот, если вы данный аудиоподкаст слушаете не на моем телеграм-канале, то под данным видео или под данной аудиозаписью вы, соответственно, найдете все необходимые ссылки, чтобы попасть в клуб. Ну и там можно задавать вопросы и читать мои посты. Все, всем хорошего дня.